Станислав Бахвалов – один из самых талантливых последователей мэтров Владимирской школы живописи. И в данном случае мы видим одно из самых удачных его произведений, которое полностью соответствует канонам этой школы. Называется «Картина купола». И обратите внимание на купола. Они несколько театральны, они яркие, они геометрически неправильны. Композиционно здесь, казалось бы, такое хаотичное наблюдается нагромождение, но с другой точки зрения все укладывается в какую-то гармонию. Мы видим какое-то марево, то ли весеннего, то ли летнего воздуха, в котором купола размываются и как будто качаются. Вот что значит «Картина»? Она создает иллюзию движения, иллюзию жизни, какую-то собственную внутреннюю философию. То ли купола перекликаются между собой, то ли они обращаются к высшему существу, к Богу, то ли они дрожат от каких-то подземных грядущих изменений. Можно что угодно увидеть в этой небольшой картине. Интересно, что Станислав Бахвалов, хотя и является одним из самых ярких художников Владимирской школы живописи, на самом деле москвич. И окончил в Москве училище имени 905 года. Он график изначально. И однажды, как он сам мне рассказывал, они с другом пошли на театральную биржу выпить пиво. И после второй кружки заспорили о том, сможет ли Станислав найти себе работу прямо на месте в театральном вузе, куда они пришли с другом. Станислав подошел к одному из столиков, где находился Олег Абрамович Соловьев, режиссер Владимирского драматического театра в то время. И рассказал ему о себе и попросился на работу во Владимир. И уже когда он как бы забыл совершенно об этом случае, ему пришел вызов распределения из Министерства культуры в город Владимир. Куда он приехал, работал 40 лет в театре, сейчас он находится уже на пенсии. Жизнь его сложилась очень счастливо, удачно. И он обрел себя во Владимирской школе живописи, хотя не забывал о графике. И у него есть очень много интересных графических работ и целых циклов, посвященных и таким произведениям, как Петр I, преступление, наказание Достоевского. А вообще это очень мудрый и очень интересный человек, которого даже Ким Бритов называл пан Станислав. Субтитры создавал DimaTorzok